...генеральная прокуратура Украины на этот раз на допросах о расстрелах на Майдане. Скоро меня будут допрашивать о событиях строительства туннеля Лондона-Бомбеи, о убийствах Римской империи и о таких других важных делах. Потому что кому не лень, по приказу с Банковой, они меня сейчас допрашивают и тягают по всем делам. Но вопрос хочу сказать. В стране не открыты три главных преступления после независимости. В стране до сих пор не открыто до конца убийство от Йоргия Гонгадзе. В Украине не открыто отравление президента Ющенко. Я хочу напомнить для тех, кто забыл, что в Украине отравили кандидата президента, а потом президенты. И это не раскрыто, никто не пойман. Отравление президента. И практически попытка убийства президента. И в Украине не расследовали дела по расстрелам на Майдане. То есть, вывод напрашивает только один. Во власти Украины до сих пор есть люди, которые связаны с этим криминалом. Во власти Украины до сих пор есть преступники, которые не заинтересованы в раскрытии главных преступлений после обретения Украины в независимости. Вы понимаете, о чем мы говорим? Вся система правоохранительства сейчас работает против Саакашвили. Они раскрыли убийство в Украине, отравление Ющенко и расстрел на Майдане. Более того, по расстрелам на Майдане вчера они меня допрашивали. Потому что там Перлускони сделал фильм, где сказали, что я якобы приказал расстрел грузинским снайперам, расстрел на Майдане. Хотя тогда не был уже президент. И поэтому мне кажется, что мы живем в стране тотальной несправедливости. И в стране, где во власти сидят преступники, которые прямо прикрывают других преступников. Других историй у меня нет. Поэтому то, что для меня, вместо того, чтобы я ездил по стране, занимался политической деятельностью, они превратили допросы в ежедневные будни, это типичный стиль преступников. Преступники иначе не умеют. Преступники умеют только тягать на допросы, выдумывать вещи, наоборот, обвинять других людей. Это происходит на ваших глазах. Я хочу следующее сказать. Я автор самых успешных реформ на Восточной Европе и в Евразии. Я в Украине для того, чтобы помочь Украине, украинцам избавиться от коррупции, избавиться от бандитов во власти. И что-то хорошее сделать. Я хочу просто сказать моим любимым, дорогим украинцам. Если вы... Вы же видите, что происходит. Власть в Украине не нашла для меня большего использования и большей пользы от меня. Как водить меня и тягать постоянно под опросом. Этим людям стыдно никогда не будет. Они будут выполнять эти приказы бесконечно и тупо, потому что они так привыкли. Но я хочу обратиться к вам. Сколько вы будете это все терпеть? Не то, что происходит по отношению к вам. Вообще то, что происходит по отношению к вам. Вас реально разводят. Вас реально... Раду вами реально издеваются. Эти люди реально затягивают просто свое время, когда они будут продолжать вас грабить и грабить и грабить. Добавлять электрические тарифы, добавлять там разные другие поборы, разные вещи. И затягивать свое пребывание во власти. Поэтому это все очень печально на самом деле. То, что столько государственного аппарата работает в холостую. То, что существует еще, это позорная служба. Служба барыг Украины. Которая ничего общего с защитой безопасности Украины не имеет. То, что прокуратура занимается не настоящим преступлением, а билетристикой. То, что полиция опять массово крышует разные криминальные операции, наркотики. И, к сожалению, та реформа, о которой я очень гордился, сдувается до конца. То, что правоохранители, начальник правоохранительного органа, в том числе вот этот семечко, глава этого УВА, просто обычность уголовники и преступники. И мы это все знаем. И мы это все терпим. Мы реально терпим, чтобы эти органы засели преступники под видом государственных органов, продолжать грабить украинский народ. И помогать главным грабителям в их грабительском деле. Поэтому мне кажется, что я-то подчинюсь всем требованиям законов. Я хожу на все опыты, я подписываю разные бумаги, я участвую во разных следственных действиях, я регулярно заявляюсь на судах, я, в общем, но мы все маримся, дурю маемся сейчас. И мы все теряем время. И мы занимаемся черт-най-чем-ти вместо того, чтобы заниматься делом. А они на всех разводят. И еще получают от этого удовольствие. Вот то, что происходит сейчас вокруг. Не то что, и последнее. Ирина Нозровская, которая погибла, это был очень мужественный человек. И на самом деле человек, который очень много сделала для, не просто для своей семьи. Я хочу сказать, что она, у нас есть один из лидеров нашей партии Иван Лозовы. И вместе с Иваном Лозовым она работала по многим направлениям, в том числе она участвовала в моей защите, в том числе по этим делам. И вчера мы посмотрели, что они объявили, что раскрыто это преступление. У меня сильные подозрения насчет реальности этого дела. Я думаю, что они попытались наспех что-то нам сворганить, как обычно. Поэтому мне кажется, что общество не должно ослабить внимание над расследованием. Они просто хотели избавиться от неудобства и объявили, что все раскрыто. У меня нет доверия ни к следствию, поскольку я видел, как они работают. И не так по горячим следам, якобы раскрытому делу по совершенно очевидному человеку, которому, естественно, был первым подозреваемым. И поэтому уже это вызывает сомнения. Поэтому тот комитет, который создан общественный, я готов с ним сотрудничать. И мы должны довести это дело до конца. Там гораздо сложнее дело, чем кажется мне. И просто вот это действительно трагедия. То, что здесь происходит, это комития. А то, что там произошло, это реальная трагедия для Украины, украинцы, для этой мужественной женщины, ее близких. И я от этого дела не отстану. Тем более, что она, еще раз говорю, мы ее хотя бы после смерти должны защитить. Она меня защищала при жизни. Вот и вся история. Спасибо огромное.